Доброе утро, доброе утро. Я первый раз тут с нового девайса. Пишите, пожалуйста, как слышно и как видно. Сейчас я пойму, где здесь показывают ваши комментарии. О, все, вижу, где комментарии, вижу, где люди. О, Михаил, привет, все знакомые люди. Всем привет, всем привет, доброе утро. Исхак сегодня на тренинге. Ораторское мастерство и тренинг бизнес-тренеров называется. Вот, поэтому мы некоторое время проведем с вами в нашей дружной, прекрасной компании здесь, на Вайкрафт. Всем привет, всем доброе утро. Сегодня, да, шалом всем, всем привет, доброе утро, всем привет. Так, ну что, видите, да, тему, я думаю, видно всем. 18 глава, там был такой интересный момент, где... 18 глава в Мишлей, в том же самом, который мы изучаем с Исхаком, там был интересный момент относительно... Царь Шломо часто говорит про женщин, да? Он часто эту тему обсуждает. Вот, и там был интересный момент про то, как, я бы сказал, выбирать, как выбирать, в принципе, партнера по жизни. Маленькое предисловие сначала. Мы с вами уже не раз здесь говорили, когда изучали Перкеавод, и до этого про, в принципе, про тему любви, да? И про то, что многие эксперты, да, я, например, там проходил курс в Сиднейском университете, да, это называется позитивная психи... Ну, в общем, по психиатрии, по такой, по позитивной психологии. Там все профессора, все эксперты в этой теме, они все говорят, что, в принципе, самая первая сфера, в которой человеку нужно ее закрыть, чтобы быть ментально вообще здоровым и нормальным, это сфера взаимоотношений с другими людьми. И, в принципе, то есть дети, которым во времена вот этих... Ну, когда в Германии все вот это происходило, да, во время войны, там на детях ставили эксперименты. И один из экспериментов был, что детям не давали внимания, никакой тактильности, никакой любви, заботы, внимания, им давали просто еду. Они в итоге все отказались от еды и умерли. И для человека отсутствие контакта с кем-то другим равносильно смерти, да? То есть поскольку взрослые, это просто увеличенные дети с усложненными интеллектуальными схемами. Но технически это тот же самый эмоциональный ребенок внутри. А для ребенка отсутствие контакта с мамой и с родителем для него равносильно смерти. И то же самое все работает с людьми взрослыми. Так, интересно. Я просто сейчас первый раз делаю с макбук, у меня почему-то комментарии съезжают. Надо иногда, может быть, не сразу буду отвечать. Да, всем доброе утро, всем привет. Вот. И вообще говорят даже так, что мы, в принципе, мы люди, мы... Мне понравилась эта фраза, конечно. Мы эмоциональные, мы социальные маньяки просто. Вот. То есть человек, существо самое социальное, которое есть вообще под солнцем, да? То есть там какой-то жеребенок, он родился, он сразу пошел, да? Какие-то любая там креветка, да? Она в маме особо не нуждается. Она родилась и как-то там живет сразу. Ей не нужен постоянно, ей не нужно воспитание. Тут бывает, что ты до 50 лет с мамой, да? И не можешь от нее отлепиться, да? Чего только у людей не бывает. Вот. У людей это, в общем, вся сфера взаимоотношений, она просто критически важная. И так или иначе, если посмотреть, то... Ну, там люди гонятся за богатством, да? Или за, там, красотой, за... Зачем? За практически, да, любую сферу, которую мы возьмем, она, если ее расшифровать и раскрыть, и распаковать, то, ну, не нужны тебе деньги, да? Если тебе, там, не у кого купить, да? Или некому что-то подарить. Или если что, то есть тебе не нужен телефон, да? Если некому звонить. Любая, как бы, даже финансовая сфера нашей жизни, она все равно подчинена вся в итоге взаимоотношениям, да? Теперь самые глубокие взаимоотношения, это, понятно, отношения в семье, отношения, отношения, ну, с женой, с мужем. Вот. Что было в Мишлей у нас на эту тему? В Мишлей была такая фраза. В 18 главе была такая фраза, вот. Кто нашел себе... Кто нашел жену, да, если дословно, кто нашел жену, тот нашел благо и снискал, в общем, хорошее от Бога, да? Это написано в Мишлей, это писает царь Шломо, царь Селомон. Теперь интересный момент здесь, да? То, что, ну, царя Шломо, мы говорили много раз, у него есть вторая его книга, она другая его книга, еще две их есть, их всего три, но другая его книга называется Куэлит. И там он пишет вещь полностью противоположную. Он говорит так, что... И нахожу я... Это 7 глава, 26 отрывок. И нахожу я, что горьше смерти женщина, потому что она заподня, и сердце ее... Какие-то путы, я не знаю, что это. Руки ее оковы. Угодный Богу от нее убежит, а грешник ей попадется. Вот. Вопрос, да, где здесь вообще, о чем, как это совместить, да? Это один и тот же царь Шломо, и говорит, то есть он не дает, как бы, комментарий, о какой женщине идет речь здесь, и о какой женщине идет речь здесь. Он просто констатирует факт, что тут жена, это классно, а тут констатирует факт, что жена, это просто, как он говорит, как он говорит, горьше смерти женщина. Вот. Я бы хотел здесь обсудить такую тему интересную относительно отношений, да, вот этих вот, которые можно назвать selection, да, выбор, выбор партнера. В общем-то, да, мы сказали уже про отношения, теперь если говорить про выбор партнера, то есть есть такое мнение, есть такое... Сейчас, о, я пролистаю. Да, всем привет, всем привет. Есть такое мнение, что партнера, в общем-то, выбирать не надо, да. На этом, в общем-то, построено вся сегодняшняя... Очень много сегодня на этом построено, да, что оно... То есть, что любовь, это что-то, что входит в мою жизнь, без моего участия, и весь вопрос не в том, чтобы я в этих отношениях что-то сделал, а весь вопрос в том, чтобы вот этот вот объект, объект любви моей, чтобы он подошел. Если он подошел, то он как хорошая таблетка дальше, да, ты прям ее съел, и дальше просто до гроба тебя прет. Да, это такой подход сегодня. Вот. И здесь нет вопроса, обычно люди не особо волнуются здесь вопросом выбора по каким-то критериям, да. То есть, бац, влюбленная, чух, понеслась. Дальше ты в какой-то момент просыпаешься с каким-то человеком, да, в постели спрашиваешь, кто это, и как я сюда попал, и как я вообще мог так ошибиться. Ну, это да, это в любой книге по отношениям вы можете прочитать такую. То есть, все об этом говорят, это вещь известная. Теперь, здесь вот царь Шламо говорит, да, в Мишлей, что кто нашел жену, тот нашел благо. В другом месте, то есть, есть такой подход, да, есть подход такой, что, мол, положись на Бога, да, и все, и все. То есть, ты, значит, Богу помолишься, мол, хочу, чтобы все было хорошо, и все будет тогда хорошо. Здесь, я думаю, что этот подход, он очень не похож на подход Торы. Почему? Потому что, например, Рэбе Любавический, у него есть вообще две книжки по взаимоотношениям, но постоянно в своих вот этих беседах он говорит, что главное в Торе это действие, а откуда, какой источник, почему евреи так говорят, основной источник этого написано, что я, Бог говорит в Торе, «Я тебя благословлю во всем, что ты не сделаешь». Что мы отсюда слышим? Что Бог благословит тебя, только если ты что-то сделаешь. То есть, пока ты лежишь на диване и ничего не делаешь, тут некуда благословение давать. Теперь, только тогда, когда ты сделал все, что мог и вложился, тогда это, вот, твое действие наполняется сверху результатом, и результат Бог спускает сверху вниз в твою жизнь. Но если нету действия, нету сосуда, который бы наполнился божественным благословением, ничего не получится. Это такой подход глобально, да, и Бог создал мир, мы видим, да, то есть это, мне кажется, очевидно, Он создал мир для труда и для того, чтобы человек достигал что-то и преодолевал то, как выглядит наш мир. А если бы можно было сказать, что просто положись на Бога и вообще и сам никаких усилий в этом плане не делай, то тогда мир должен был бы выглядеть немножко по-другому. Тогда все должно было бы быть легко и наслаждения бы сыпались на нас без каких-то усилий. Мы видим, что это мир усилий, которым нам самому развивается. Так вот, в сфере, я думаю, в сфере отношений здесь работает то же самое, потому что Царь Шламой здесь пишет, кто нашел, то есть нашел жену, нашел добро. Теперь в Перке Авод написано так, что вот это слово нашел, что это трудился и нашел, верь, не трудился и нашел, не верь. Отсюда мы видим, что вот это нашел, это действие активное, это выборка, то есть это дело такое, это не нашел, ты движешь на жену, господи, дай мне жену, и потом ты выходишь на улицу, хватаешь первое, что в юбке движется, и вот это она, та самая. Это работает через выбор, через точную, детальную, ну, насколько возможно, сверху по ряду факторов. Вот эти факторы нужно немножко обсудить. Это понятно, да, я сейчас, что, то есть это не валится на нас с неба, ну, в общем-то, в этом идея шедуха, да, как, что такое шедух? Шедух, это, то есть еще до того, как включатся вот эти вот все эти эмоции, да, и еще до этого нужно, вот до того, как это произойдет, нужно максимально, насколько возможно, сделать рациональный подсчет. Подсчет о том, что у вас одни ценности, одни убеждения, одни цели. Это, в общем-то, три основных вещи. То есть ценности, убеждения, цели одни. Тогда это вот влюбленность, этот эмоциональный всплеск, он это, он это еще так, знаете, укрепит очень сильно. То есть если есть вот эта база, фундамент, то вот этот эмоциональный всплеск и вся эта, вся вот эта влюбленность, она это прям склеит, как цемент. Очень прочно. значит так, то есть что мы сказали, что видно, слышно, слышно, хорошо. Все, поехали. Что до момента того, как произойдет вот этот вот эмоциональный всплеск, нужно, чтобы была синхронизация по целям, ценностям и убеждениям. Например, если вы, комментатор Меири, он говорит вообще, что любовь в ней обязательно похожесть, схожесть, сходство. То есть в духовном мире близость, в материальном мире, то есть вот эти две мои руки, они сейчас близко или далеко друг от друга зависят от расстояния. В духовном мире расстояние значения имеет мало. В духовном мире значение имеет что? В духовном мире значение имеет схожесть, сходство. То есть поэтому даже если там моя жена уедет в Австралию, мы от этого не становимся дальше, потому что что у нас есть внутреннее сходство, и не важно, какое между нами расстояние. В духовном мире важно именно то, что определяет близость. Супер. Значит так, нужно, что до этого момента эмоциональной схватки, когда все схватится эмоционально, нужно, чтобы было что к чему приклеивать, чтобы было сходство, синхронизация по целям, ценностям. Вот, теперь я бы разделил глобально то, что происходит в отношениях, на две основные вещи. И вторая из них, это будет как раз правильный выбор, то, что говорит Саш Ломо. Первое, это разумеется, что это любовь к себе. Без нее невозможно вообще ни о чем говорить, и нужно, чтобы была внутренняя наполненность, нужно, чтобы было что тебе кому-то передать, чтобы тебе было... Ну, то есть невозможно строить... Два нуля не могут построить отношения. Нужно, чтобы было... 1 плюс 1 равно 11. То есть нужно самому быть цельным, наполненным, нужно быть единицей. Тогда, если вот это получается дать... Синергия это называется, видимо. 1 плюс 1 равно 11. Если каждый в паре наполнен, и ему есть что давать, он умеет, знает алгоритмы, умеет давать, то тогда, тогда, тогда можно здесь построить что-то красивое. Откуда изначально берется любовь к себе? То есть, я думаю, два главных пункта здесь. Любовь к себе плюс... То есть, чтобы построить хорошее отношение с другим, ну, с партнером. Здесь, ну, жена-муж, да, здесь две самые важные вещи. Это любовь к себе раз, и выбор того, с кем ты строишь отношения, это два. Часть первая – любовь к себе. Любовь к себе берется откуда? Ее загружают родители. Ее загружают родители. Как ее родители загружают? Да, если они говорят, что ты очень хороший, прекрасный, и забыл, как звали, какой-то очень великий, 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 кто великий художник. Забыл точное имя. Ну, в общем, да, ему мама просто говорила в детстве. Ему его спросили, как вы стали таким великим? Он говорит, мне мама говорила в детстве, что если ты захочешь пойти в музыку, то ты станешь Моцартом. Если ты захочешь пойти в религию, то ты станешь Павой Римским. Если ты захочешь пойти в, я не знаю, в науку, ты станешь Эйнштейном сыном. И вот я пошел в итоге в искусство, начал рисовать, и я стал тем, кем я. Не забыл фамилию, но кто-то самый такой, один из самых известных художников. Вот эта любовь к себе и ощущение собственной значимости, значительности, что моя жизнь имеет смысл, что я существо ценное, а не кусок непонятного вообще, ну, бесполезного мяса, да, это то, что загружают изначально родители. Потом, если вот эта первая загрузка, она была такая, что ты, ну, знаете, как особенно на всем постсоветском пространстве, это обычно работает такой дрессировкой, да. Родители, даже если любят, то часто они это не очень об этом рассказывают, потому что ты должен соответствовать раз, два, три, четыре, это не делай, это не делай, ты такой, не такой, и как бы считается, что вот так должно выглядеть воспитание. Но это отдельная тема. Вот. Да, привет, привет, Максим. Теперь получается, что, да, любовь к себе изначально загружают родители, если потом переписать пластинку внутреннюю, вот эту самооценочную, я хороший или я плохой, я себя люблю, я себя не люблю, я ценный и бесценный, или я вообще бессмысленный, ну, то есть, или я нехороший, чем позже это происходит, тем переписать сложнее, но абсолютно очевидно, что это вопрос номер один, потому что из того, из какой предпосылки я исхожу, кто такой я, от этого будет зависеть вся моя жизнь, которую я буду строить. Если я буду считать, что я абсолютно беспонтовый, то я буду лежать, я не знаю, бухать, и все, вот это будет моя жизнь. Если я считаю, что я божественная душа, бесконечная, просто с нереальной миссией, то вся моя жизнь, она будет воплощением вот этого моего самоощущения, вот этого моего взгляда на самого себя. Самое первое, то есть, это любовь к себе, и от этого будет зависеть вообще все поведение человека, и все то же самое в отношениях. Если соединяются два человека, которые в депрессии, то это будет такая умноженная депрессия. То есть, суть отношений – это to multiply, умножать. В таком контакте мы умножаем то, что есть, в несколько раз. То есть, не хочется гулять одному, гулять с каким-нибудь другом, это уже намного, все намного ярче. То есть, взаимоотношения, они умножают то, что есть. Теперь, если у нас в этих отношениях два человека, которые оба такие считают, что они абсолютно беспонтовые, и они в депресснике оба, то тогда у нас будет вот это, у нас будет, получается, минус 10 умножить на, ну, наверное, здесь, ну, понимаете идею, да? То есть, тут у нас будет 1 плюс 1 равно 11, а тут у нас будет перемножение в минус и очень-очень сильное. То есть, взаимоотношения, любовь, они взаимоотношения умножают, но они умножают то, что есть. Теперь, если выборка вот этих двух вот этих индивидов, она была плохая, то тогда будет перемножаться очень сильно, возводиться в квадрат вот это плохое, то, что там есть. Вот. Это идея первая. То есть, первый пункт в отношениях – это любовь к себе по-любому. То есть, если ты не чувствуешь себя значимым и важным, и то, что твоя жизнь имеет смысл, значимость, то, что ты там бесконечная душа, то есть, как бы мы на это ни смотрели, если у тебя нет вот этой галочки любви к себе, ты не можешь любить других, ты не можешь, ты будешь лежать на диване и думать, блин, какой я беспонтовый. А если она есть, то тогда все твои действия направят, то есть, ты желаешь себе добра, ты хочешь себя хорошо, ты не хочешь… Мое тело, да, мой храм, я плохого… Бухать не буду. Курить тоже не буду. И постараюсь себя обеспечить самую хорошую, прекрасную жизнь, потому что я прекрасный, поэтому я постараюсь себе раз, два, три. Отношения с Богом, прекрасные отношения с другими, в соответствии с божественными заповедями и так далее. Значит, и, соответственно, если вот такая прошивка в голове, соответственно, такие отношения ты строишь на этом же качественном уровне, ты будешь строить отношения с другими людьми. То есть, пункт первый – любовь к себе. Пункт второй – в отношениях, поскольку это соединение двоих, да, здесь оба имеют значение. Вопрос, кто я и моя любовь к себе. И вопрос, кто вот это и его любовь к себе. Чтобы понять эту тему, здесь лучше всего параллели провести с… Как бы это странно ни звучало, да, еще раз, то есть, Мишлей нам говорит, кто нашел жену, нашел благо. А вот написано «трудился» и «нашел дверь». То есть, нужно искать жену, мужа, неважно. Теперь, вот это выбор, выбор, как он работает? Это лучше всего пример здесь привести, знаете, откуда. Лучше всего здесь привести пример из выбора… Только не пугайтесь. Из выбора человека на работу. Да, то есть, это очень хорошее… То есть, тут есть, понятно, детали, это не 100% похоже, но это темы оказываются очень-очень-очень похожи. Когда мы берем человека на работу, какие факторы важны, чтобы он… Вот так. Чтобы… То есть, как я буду выбирать человека на работу? Допустим, мне нужен человек, знаете, куда? На ресепшн. Мне нужен человек, то есть, у меня, допустим, приходят мои, там, я не знаю… У меня, допустим, организация. Ко мне приходят клиенты. Мне нужен человек на ресепшн, который бы их, значит, угочал там чем-то, им улыбался, рассказывал про то, что у нас здесь происходит, какие у нас есть продукты, и создал первое приятное впечатление. Да, мне нужен человек на ресепшн. Я на эту работу выбираю человека, знаете-ка, вот такого аналитика. Я вам сейчас то, что рассказываю, просто без имен, без ситуации, но это реально то, что вот, ну, то есть ситуации, которые я знаю. А я беру на эту работу, знаете, человека с математическим складом ума, который любит копаться в схемах и в системах, не любит общаться. Это не соответствует его природе болтать, строить такие какие-то взаимосвязи с незнакомыми людьми и так далее. Да, вот теперь, если я на место вот этого человека, который сидит на ресепшн, я беру такого, у него прям таблица Excel, это любимое его занятие, да, или сложные схемы системы, то тогда он, эта работа его не, как это по-русски сказать, даже не наполняет его, ему это неинтересно, наслаждение это ему не приносит, его целям это не соответствует, и в итоге он будет стараться максимально быстро, то есть даже если он пришел на эту работу, он будет максимально быстро стараться выполнить вот то, что у него здесь надо, быстрее сбежать и получить удовлетворение где-то на стороне. Ему эта работа будет в тяжести, он будет на ней ровно столько, сколько она будет приносить ему там какой-то доход, и не будет приносить слишком много страданий, потому что это ему на душу не ложится. Вот, теперь, то есть получается, что когда я выбираю человека на работу, мне нужно проверить там несколько, то есть могут ли эти люди сделать эту работу, сделают ли они ее на долгий период, и, наверное, самое главное, это соответствует ли вот эта работа их природе. То есть есть разные психотипы, разные восприятия людей, более напористые, более спокойные, такие меланхоличные, то есть бесконечный список. Вопрос, что должна быть вот эта хорошая селекция, чтобы человек, которого я взял на рецепшн, он не оказался вот таким вот человеком с конвейера, который машины делает. Все то же самое практически, да, там, с какими-то, со звездочками, с определенными, но плюс-минус все то же самое во взаимоотношениях. Ты хочешь, я не знаю, чтобы она была, там, какая-нибудь crazy, да, такая очень веселая, радостная и эмоциональная. Берешь на эту роль, да, там, не выбирал, влюбленность сработала, влюбился в кого-то, она работает достаточно рандомным образом, влюбился в кого-то, потом просыпаешься и видишь вот этого, то есть и ты в отношениях с сухим аналитиком, да, оказываешься. Вот, я думаю, то есть, что это вот, это сравнение с выбором человека на работу, оно очень понятное, очень такое, достаточно, достаточно прямое. Да, всем привет, всем привет, Симона, Оксана, всем привет. Вот, здесь есть такой момент, тоже нужно его понять. В принципе, вот эта, ну, сексуальная притягательность, она обычно идет больше из полярности, да, из разницы. Но отношения, что называется, on the long term, на долгие, на длинные дистанции, они в первую очередь строятся, разумеется, на синхронизации. Поэтому Бог, ну, Бог так изначально, то есть, создал, он создал мужчину и женщину, которые, в принципе, очень сильно полярны. И тут просто нужно вот это найти тоже золотую середину. То есть, сходство, оно порождает вот это братство, скажем так, любовь, глубокие контакты. Это то, что важно на длинных дистанциях. А полярность и различие, оно порождает страсть. И нужен, то есть, вот этот тонкий баланс между двумя вот этими, двумя вот этими вещами. То есть, понятно, что если мы, где бы мы ни ушли, в какую-то исхронность, и будут, соответственно, проблемы. Вот, но, то есть, получается, что в отношениях, да, самые две важные вещи, как мне кажется, это первое, это любовь к себе. Потому что, если ты ноль, то кто, кем бы ни был вот этот второй человек, как бы ты хорошо ни выбрал, когда ты перемножаешь на ноль, получается ноль. А в отношениях по-настоящему получается хуже. Потому что, если ты депрессивный, то ты все разрушишь и испортишь жизнь второго человека. То есть, первое, это любовь к себе, внутренняя наполненность, самосознанность, ну и так далее, вся вот эта тема, да, не наша сегодняшняя тема. А второе, это выборка того, с кем ты. Выборка детальная и очень такая рациональная. По убеждениям, ценностям. То есть, я не знаю, там, стоит ли встречаться религиозному, там, еврею, да, допустим, с, ну, грубо говоря, шедух себе, я не знаю, как это назвать, но, в общем, понятно, что это невозможно, но, грубо говоря, стоит ли религиозному еврею делать себе, там, шедух с религиозной, я не знаю, католичкой? Они, здесь не вопрос, они просто, ну, они не поймут друг друга. Они даже, если друг друга вначале влюбятся, они потом через какое-то время просто вынесут друг другу мозги на совершенно разной почве, да. То есть, здесь должны, это вопрос, видимо, там, убеждений и ценностей, да. И вот по всем этим вещам, да, то есть, детали, то есть, какие у меня есть требования от того человека, с которым я хочу быть, каким я должен быть, чтобы тому человеку было хорошо со мной. То есть, много вот таких вопросов, на них надо ответить. Должна быть вот такая вот детальная выборка и синхронизация по ценностям, убеждениям, целям и по природе, да. То есть, то, что мы сказали, что если ты по природе, ну, то есть, аналитик, да, математик, то, может быть, тебе не нужен самый бурный человек, да, или, может быть, наоборот, чтобы он уравновешивал, да. То есть, это тоже другая тема. Но два главных пункта, в общем, да, это любовь к себе и выбор, выбор в соответствии с своими, как бы, убеждениями, с своими убеждениями и ценностями. Итак, да, Мишлей нам все сказал, царь Шлумо. Кто нашел жену добрую, кто нашел себе добрую жену, тот нашел благо и снискал хорошее от Бога. То есть, здесь нужно искать, нужно знать, как искать. Два пункта. Любовь к себе первая и выборка. Выбор. Здесь очень важен выбор. Выбор – это второе. Вот, это то, что мы сегодня с вами прошли. Очень приятно было с вами провести эту трансляцию. В следующий раз, надеюсь, будет уже без таких неполадок. Буду делать в следующий раз, как обычно, не из компьютера. Все, всем доброе утро, всем прекрасных выходных и хорошего настроения. Все, делаем выбор правильно и все будет хорошо. Все, пока.